МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 17 сентября в 10 часов утра князь Пожарский бросил якорь у берегов Самары. Издали это первой гильдии от Раковица показалось мне весьма и весьма неживописной. Тогда я вышел на берег и пошел поближе взглянуть на эту юную купчиху. Льется речка в синеморе, да не вытекает. Ищет доли казачина, долюшки не знает. На улице мне попался Иван Никифорович Явленский. И мы сообща отправились смотреть город. Город был ровный, чистый, набеленный, нафабренный. И до тошноты однообразный. Живой представитель царствования неудобзабываемого Николая Тормоза. Как из любопытства, так и вследствие вопиющего голода. Дело было во втором часу дня. Мы взяли извозчика и попросили везти нас к самому лучшему трактиру в городе. Извозчик и привез нас к лучшему заведению, то бишь трактиру. Едва мы вступили на лестницу этого лучшего в городе трактирного заведения, как в один голос произнесли. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Пахло в этом заведении салом, гарью и всякой другой мерзостью. Однако у нас хватило сил не только на то, чтобы и дальше нюхать этот русский дух, но даже и на то, чтобы заказать себе котлет. Вот только сил на то, чтобы дождаться этих бесконечных котлет, нам не хватило. Евленский бросил половому полтинник, рыгнулся маленько, и мы вышли на улицу из этого лучшего в городе заведения. Одна из самых крупных хлебных пристаней на Волге. Приволжский Новый Орлеан, думали мы. И нет ни одного приличного трактира. После этого мнимого то ли завтрака, то ли обеда мы поехали по лавкам. Но ни в больших лавках, ни в маленьких лавочках не оказалось того, что мне было нужно. И не солоно хлебавши, мы вернулись на пароход. 19 сентября в 10 часов утра при свежем норде с дождем и снегом мы оставили Самару. Читаем в дневнике Тараса Шевченко за 1857 год. От Самары вверх начинает подниматься левый берег Волги. Это плоская возвышенность Жигулевских гор. Через два часа мы подошли к воротам Жигулевских гор. Это ущелье, сузившее Волгу до одной версты. За горами, как за рамой, открылась нам новая, доселе невиданная панорама, испятнанная темно-синими полосами. Это обитатель севера, сосновый лес. На первый план этой панорамы из-за ущелья, поросшего черным лесом, высунулась обнаженная отдельная гора. Это Царев Курган. Народное предание говорит, что Петр I, путешествуя по Волге, останавливался на этом месте и всходил на эту гору, вследствие чего она и получила название Царева Кургана. Гора эта, своею формой и величиною, напомнила мне такую же гору близ Звенигородки, в Киевской губернии. Эту гору тоже, может быть, какой-нибудь помазанник Пройдоха осветил своим посещением, но земляки мои как-то тупо сохраняют память о подобных освещениях. Они, мои земляки, чуть ли не догадываются о том, что если царь взойдет на такую гору, то, окинув взглядом окрестность, если он полководец, вмиг сообразит, сколько одним махом здесь можно убить верноподданных. А если он, боже сохрани, будет агрономом, то это еще хуже. Если местность сия будет бесплодной, то прикажет он ее вмиг сделать плодоносную. И потом, и кровью крепостного утучнится этот голый солончак. Земляки мои, видно, не без причины не сохраняют памяти о посещении царями подобных урочищ. Не мог я дознаться, основываясь на каком народном предании покойный князь Воронцов назвал в своих мощных обыкновенную гору Святославовую горою, пометуя, как будто бы о том, как этот пьяный разбойник-варяг любовался с этой горы на то, как его ладьи пенили святой Днепр. Я думаю, что это только фантазия сиятельной башки и ничего больше. Но вернемся с высоких гор на землю бренную, то бишь на Волгу. Сегодня наш капитан догадался из своей каюты ажур посредством кошм соорудить каюту-темницу. И учредил в ней печь, благодаря чему я очутился в теплых объятиях друзей. Вот тебе и волжские комары, которых я так боялся. Она на барском поле жала и тихо побрела к снопам. Не отдохнуть, хоть и устала, обкормить ребенка там. В тени лежал и плакал он. Она его распеленала, кормила, нянчила, ласкала и незаметно впала в сон. И снится ей житьем довольный ее Иван. Пригож, богат, на вольный, кажется, женат и потому, что сам уж вольный. Они с лицом веселым жнут на поле собственном пшеницу, А детки им обед несут. И тихо улыбнулась жениться. Но тут проснулась, тяжко ей, Испеленав малютку быстро, Взялась за серп, дожать скорей Урочный сноп свой до бурмистра. 20 сентября, 8 дош. Утро. Ясное, тихое, с морозцем. Левый берег Волги от Царево-Кургана И дальше заметно понижается. И сегодня утром я увидел его Таким же точно, как это Самары. Ровным, плоским, однообразным. Правый берег по-прежнему угрюма, Возвышен и покрыт мелким лесом. Если бы и можно было рисовать, То почти нечего, Кроме, разве, может быть, Огромной расшивы, Которая стоит на якоре Посредине Волги, Как будто бы на зеркале. Я рассчитывал, Что казенные смотровые спаги Дослужат мне, по крайней мере, до Москвы. Но, увы и ах, Они и до Симбирска не дотянули, проклятые. То есть, конечно, казенные. Иван Никифорович Явленский заметил, Этот ущерб в моем и без того Нищегольском костюме. И предложил мне свои спаги Из числа запасных, За что я был ему весьма благодарен. Сапоги пришлись мне по ноге. И вот теперь я щеголяю его, Почти что новых, Да к тому же еще и на высоком каблуке, Чему я не особенно счастлив, Но дареному коню В зубы не смотрят. Удаляясь от Самары, Я все не мог забыть ее лучшего трактира, Запхом сала, гари и чего-то еще невообразимого, Писал все в том же дневнике 1857 года Тарас Шевченко. Вспоминались и другие, Услышанные мною в Самаре, Самарские истории. Например, Живет в Самаре Богатый купец Светов, Глава секты Малакан. Правительство С помощью ряда кротких мер Заставляло его принять православие. Но он, Несмотря на кроткие меры, Решительно отказался от православия. И изъявил желание Принять кальвинизм. На что, однако же, Правительство Не изъявило своего желания И оставило его в покое, Запретив ему Его секте Торговать. Это и была Одна из тех самых Кротких мер, С помощью которых Можно добиться Почти всего Что угодно. Между тем, Температура воздуха На глазах Менялась. Становилось все Холоднее. И я уже Стал бояться, Чтобы осень Не захватил меня Врасплох. Нынче Был первый Утренник. Да, Непременно Нужно будет В ближайшее время Купить Теплые Коты И полушубок. Вот уже Который день Я Ничего Не рисую И не читаю Рисовать Мешает Своим Непрестанным Шумом И трепыханием Машина А читать Не могу Отвлекает Берега Волги Невероятно Красивые Возле Самары В капитанской Каюте Я увидел На полу Своего Старого Знакомца Листок Из русского Инвалида И Принялся Читать Фильетон Опубликованный В нем Фильетон Говорилось О китайских Инсургентах И о том Какую Речь Произнес Их Предводитель Перед штурмом Нанкина Речь Начиналась Так Бог Идет С нами Что же Смогут Сделать Против нас Эти демоны Эти Мандарины Только Жирный Скот Годный В жертву Нашему Богу Скоро ли Подумал Я Можно будет И про наших Бояр Сказать То же самое Ох вы Думы мои Думы Дорогие Дети Я растил вас На кого же Вас покину В свете С вами был Михаил Перепелкин Редактор субтитров Редактор субтитров